Команда «Смирное равнение» на знамя и парадный марш. Именно так стартовала Зорничка. На плацу 147-го зенитного ракетного полка ребята 10-11 лет, которые вышли в финал среди 25 пионерских дружин. Каждый отряд представлял определенный род войск. Дети приобщаются, смотрят на военную жизнь. Они и ползают, и прыгают, и играют, играют именно во взрослую Зорницу. Это подготовка. Здесь в этом году дети собрались у нас маленькие по этапу 10-11 лет и подготовка ко взрослой Зорнице. Все участники проходили четыре этапа. Смотр песни и строя «Будь готов». Состязание «Паутина», «Топ» и «Снайпер». Уже сама подготовка к участию в игре – увлекательный процесс. Нужно научиться стройбому шагу и получить определенную физподготовку. Сказали, что мы будем делать паутинку. Я сначала папа мне помогал. Он делал 30 сантиметров, вот так руку держал, и я проползал. Когда с кочки на кочку, мы с папой пошли на речку. Папа сделал такое небольшое болото. Я из кочки на кочку прыгал. Софья Василенко из 34-й школы представляла команду «Огоньки». Девочка любит спорт и подвижные игры. Большое внимание уделяла самостоятельной подготовке. Поэтому полосу препятствий прошла вполне уверенно. Мы в школе были в спортзале. Мы учили песню. Учили становиться в две шеренги, в одну, в три. Мы ходили, учились одинаково, чтобы у нас ноги двигались, как у настоящих военных. Несмотря на трудности, задания казались ребятам по силам. Мальчишки и девчонки показали выносливо смекалку, взаимовыручку и мужество. Проявили целеустремленность и волю к победе. Участие в зорничке – хорошая возможность посмотреть на военную жизнь изнутри. Хотелось, конечно, показать таким юным школьникам, из чего состоит военная служба, чем занимаются солдаты, их будни, показать технику, на которой сейчас служат, и как защищают родину нынешнее поколение защитников. При том, что вознаменование 75-й годовщины освобождения штуки Беларуси – это очень значимое мероприятие. По итогам военных состязаний лидером стала пионерская дружина 19-й школы. Второе место досталось команде из 3-й гимназии. Бронзу завоевала 27-я школа. После игры ребятам продемонстрировали мощь военной техники и угостили солдатской кашей.